Переквата инициативы с остановкой ортами соперника или с изменением управления его могилой. Сейчас мы рассмотрим несколько ситуаций, когда надо оценивать много расстройок или когда оценивается сам расстройок. Т.е. синий залазит так называемый корейский зацеп еще раз, а красный его отсюда скручивает спокойненько. И второе действие, когда синий делает зацепную раздременную ногу, но красный и потом скручивает. Здесь должно быть полностью отцяночка синего борца, потому что в результате его действий суперсмен красной куртки сначала упал, а потом совершил свои действия. То есть вы видите, за счет действий синего, красный падает на дальше 1 балл, и после стаза, уже переводит соперника, у нас есть полность процента синего. Также через голову за ноги. Если красный движет с ногами, синий не прекращает его никаких движений, делает свой бросок, то оценивает полностью красный, если шаг на бою. Красный уже начал вывод из равновесия, начал свой бросок, синий походу повыкнул его, здесь полностью оценивает красный. И второе движение. В этом случае синий тормозный у красного его атаку показал, что он владеет ситуацией, и сделал свой бросок еще раз. Следующий пункт это оценка технических действий спортсмена, находящихся в положении стоя, а его соперник когда находится в положении бахта. То есть когда это поднятие, отрыв от ковра. Здесь важно понимать, что если совершен полный отрыв и происходит переворот по одной из осей, там сагитальная, прохеречивая, подольная, то мы должны оценивать движение. То есть синий полностью оторвал красного от ковра и перевернул его в округ передачной оси. Полный оттенок. И второе движение. Когда идет отрыв от ковра, но переворота никакого нет. Он его поднял, напрягся и обратно сбросил. Здесь и здесь надо оценить, как синий потратил больше сил. Но поскольку нет приворотов через одну из осей, мы оценку давать не так. Чистые броски. Это когда соперник, один из спортсменов, выполняет техническое действие, остается полустойник. Не теряя равновесия. Равновесие можно потерять в разуме. Опереться на соперника. Коснуться рукой и ковра подлить броска. Давайте покажем, если у вас. Первый. Идет просто чистый бросок. Красный поднял, не потерял равновесия. Полностью остался в стойке. Чистый бросок. И второй момент. На секундочку на какой-то. Красный может даже не на ковер руку поставить. А на соперника. Здесь очень важно, чтобы арбитр или боковой судья. Бывает, ковра. Четко определяли. Потерял я его равновесие. Он остался в захвате. Но я стоял на стоянку на ногах. Либо я потерял равновесие, а отверстие на ногах. Вот здесь чистого броска быть не может. Здесь просто оцепляться полная спина. 4 балла. И здесь решение принимает только судья. Это очень сложно. Еще одна ситуация, которую хотелось бы разобрать. Берем косу. Очень часто бывает, особенно на ногах за обладку. Косы так называют. И показалось, когда один собирает. Косы пытается сделать чекуского. А соперник, его соперник, свободной рукой, касается ковра. То есть рукой в парке. И отсюда происходит бросок. Действие не может быть оценивано. Потому что болит синие кухи в парке. При разборе этой ситуации, на самом деле, если эти руки собираются, вы можете в полной мере дать символу спортсмену очередное замечание и предупреждение. Поскольку у нас есть такой ход правил, как уклонение от борьбы умышленных и ход в парке. То есть еще раз. Красный атакует синий, чтобы не упасть. Специально уходит в парку. Ставит руки. Либо сам теряет равновесие, да? Уходит в парку. Чтобы не было броска. Красный совершает действие. Поскольку мы его не можем оценить, мы можем рассудить эту ситуацию в качестве того, что синий ушел в парку умышленно, чтобы не дать провести красный атак. Просто это пассивные действия. Здесь тоже очень важно. Особенно для арбитров. Вот молодые арбитры очень часто дают свисток, и встанут на красной линии и стоят. Бросок где-то там происходит, они не верят. Было там парку? Нет. Сейчас, слава богу, на трех соревнованиях есть видеоповторы. У всех есть там мобильные телефоны. Судьи могут посмотреть из какого положения был бросок. Здесь задача арбитра двигаться и оценивать действие. Потому что боковой эвакуайки сидят неподвижно, они могут что-то не видеть. И вот здесь, еще раз повторяю, задача арбитра увидеть, был ли бросок из парка, либо был бросок из стула. И последнее, о чем бы хотелось сказать в этой теме, точнее, не последний, а в этой теме. О чем бы хотелось сказать. Это броски на мост. Как вызывали мост. Есть два положения. Одно оцениваемое, а другое не оцениваемое. Вы можете видеть, что борец в синей куртке касается ковра, ковра двумя точками. Две ноги и голова. Вот если голова касается ковра, это оцениваемое движение. Здесь, спортсмен в синей куртке головой не касается ковра. Его голова осталась на краске. И движение не может быть оцениваемое, потому что он касается только ступня минуты. Он находится в положении 2 на ступень, но касается только ступня минуты. И теперь наши самые распространенные ошибки. Самые распространенные ошибки в оценке движения. Это 1 балл между 1 и 2, между 2 и 4 баллами. Я вам покажу положение борца, когда, когда, как оценивается. Вот если мы берем падение соперника, и оцениваем, судьи его оценивают только плеча. Если плечи находятся в границе 90 градусов, у нас разверт плечи находится в границе 90 градусов, это 2 балла. Вот как только плечи ушли сюда, это 1 балл. Плечи там, до 2 балла. Это 2 балла. Бывает такое, что, особенно на детских соревнованиях, маленькие спонсмены, очень гибкие. Бывает то, что он упал полным в нас, а таз разверт. И судьи дают 2 балла, оценивая тумбища, а не плечи. Вот здесь 4 балла. То есть, когда идет вот такой вот разворот. Следующее. Очень часто идет падение на таз, и молодые неопытные судьи видят то, что идет падение на бок, дают здесь 2 балла. Здесь нет касания плеча. Здесь только касание таза. Оцениваем касание ковра и кулыбища. Ну, вообще, дело с опекой. Здесь у нас может быть только 1 балл. Вот. Что такое 4 балла и 2 балла? Это когда... Вот 4 балла мы можем дать только при одном исходе. Касание лопаток ковра. Все мы знаем не двумя мячами, а лопатками. Вот одна лопата на спине, вот вторая. И вот эти две вещи. Бывают такие моменты, когда человек прокатывается по 2 плеча. Какая здесь оценка? 2. 4. 2. Касание... Вот я в парке, наконец-то, привет. Атакующий находится в парке. Какая оценка? Бросок на плечо. Бросок на плечо как оценивается? 1. Вот здесь 1 балл. Ни одной лопатки, боец в разных пунктах не касается ковра. То есть он упал на 2 плеча. Это оценка 1 балл. Если я нахожусь в стройке, то оценка естественно 2 балл. Очень часто, но особенно при боковом перевороте ковра катит, поэтому раз голову подогнул и к плечам покатился. Это 1 балл. Мы должны оценивать только лопатки. Поскольку лопатки он не коснулся, ни одной, ни второй. Если бы он хотя бы одной лопаткой коснулся. Говорят, бежал бы вот так вот. Здесь 2 балл. Это падение на бок. Получается, даже таз ходит, но большая часть туловища вместе с одной лопаткой палом на колено. Здесь оценка 2 балл. И так же. Бывают прокаты, особенно за ноги. Я выкладываю ножку. Естественно, чистый бросок. В одну лопатку находилась. И так же упал твою ножку соперник чуть-чуть выкручивается. У него не достает одной лопатки. Но в оценку он сразу другая. Вот. Вот. В той стороне я держал руку. Соперник болтал. И мне коснулся еще раз. Демонстрирую. Хорошо получилось. То есть здесь оценка, если я остаюсь в той. 4 балла. Это что касается отличных вопросов. В принципе, у меня все. Если какие-то есть вопросы, то попробуем. Вопросы. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ